Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Эфир телеканала РЕН. Продолжают новости Анапа-регион. Студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. В Киблерово сменилась управляющая компания. Из Гастагая с любовью. Гастагайские встречи с любимыми артистами – достопримечательность курорта. С праздником, любимый город. И сейчас обо всем подробнее. Анапу поздравляет вся Россия. Свой главный праздник Анапа отметит 19 сентября. Но уже сегодня в адрес курорта поступают поздравления с Днем города со всех уголков нашей страны. В почте, продолжающей поступать на имя главы Анапы Сергея Сергеева, есть поздравления депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Краснодарского края, священнослужителей и руководителей вузов, глав регионов и муниципальных образований. «Пусть этот радостный и счастливый для всех жителей города день принесет удачу, тепло домашнего очага, благополучие и процветание», – желает анапчанам глава города Побратима Кизляра Александр Шувалов. Шлют свои поздравления и мэра городов воинской славы – Петропавловска, Камчатского, Старого Оскола, Белгорода и других. Председатель Союза городов воинской славы Сергей Баженов, в частности, отмечает, «Наши города объединяют почетное звание, и наша общая задача сегодня – сохранить бережное отношение к отечественной истории, противостоять попыткам ее искажения, воспитывать патриотизм у граждан России». Епископ Новороссийский и Геленджикский феогност в своем послании отмечает «Всем жителям города-курорта крепости душевных и телесных сил, семейного и общественного мира, терпения, бодрости, благословенных успехов во всех благих начинаниях». «За последние годы ваш город заметно преобразился, стал гораздо красивее и современнее, и в этом заслуга не только представителей власти, но и горожан», – отмечает в поздравительной телеграмме глава города Героя Новороссийска Владимир Сенеговский. «Пусть, как и прежде, самый солнечный город России процветает и уверенно смотрит в будущее, а трудовые свершения его жителей, их любовь и забота множат славу и величие жемчужины Черноморского побережья», – желает вре губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. Киблерово не сходит с повестки дня. Жизнь в микрорайоне постепенно налаживается. С приходом новой управляющей компании перемены заметны. Но проблемных моментов по-прежнему хватает. Внимание мэра Анапы Киблерово не ослабевает. Тем более это важно сегодня, на пороге очередного отопительного периода. Особое внимание на те проблемные объекты, которые у нас были в прошлом, позапрошлом году. Они никуда не исчезли. Тоже Киблерово, снабжение горячей водой, у нас там детский сад, у нас там более трех тысяч населения. И в сам микрорайон Сергей Сергеев наведывается часто. Казаки поддержали инициативу властей и помогли установить остановку. Глава курорта поручил пустить сюда автобус. Люди ждут и радуются появлению новой управляющей компании. Сейчас новый хозяин у нас ЖКХ вот этого. Сразу же перемены какие. Везде сделали свет, двойной свет на площадке, у лифта и так. Везде, во всех вот сколько у нас, три дома, четыре. Значит, свет сделали. Теперь уже нас будут убирать в подъездах. Уже в пятиэтажках убирают. У нас еще девятиэтажки нет, но будет. Теперь вот сделали какой-то асфальт, проложили. У нас же были ямы. Остановку теперь. Мы ждем уже, как Бога, чтобы нам не ходить так далеко. В местном магазине глава интересуется ассортиментом и тем, что еще нужно микрорайону. Мы очень ввели переговоры, чтобы банкомат нам поставили. Вы живете здесь? Да, я местная. Чтобы банкомат поставили, чтобы людям не в электрон бежать, деньги снимать. А здесь у нас площадь позволяет, мы можем отгородить. А по торговке? А по торговке? Еще не просят? Мясо свежее просят. Мы пытались работать с Каневским. Там охлажденное мясо было, у нас холодильник выделили, мы под него. Ну, мы больше сами съедали, списывали, чем продавали. У нас тут такой оборот, что... Пожеланий у местных жителей немного – заасфальтировать дворы и скосить амброзию. Очень прошу, чтобы вы прошли вон там, между наших подъездов и посмотрели, какая у нас дорога. Там нужно, нам нужно обязательно, обязательно там нам нужно заасфальтировать. Говорят, перед выборами обещаниями разбрасывался теперь уже избранный депутат. Как же невозможно водить. Ходить ноги ломаешь. Ну, может быть, сейчас появление новой управляющей компании может появиться? Обещал отмачан, говорили кто-то. Когда было собрание перед выборами, он сказал, да? Обещал он, обещал. Обещал. Одинного депутата можно и три года ждать, а поручение главы привезти прилавки под рынок выполнили, покрасили и крышу новым шифером уложили. Новая управляющая компания начинает свою работу с нуля, но достойно. Ограждение, появившееся вдоль участка на Симферопольском шоссе, беспокоило горожан. Раз нет паспорта объекта, на котором ведутся работы, анапчане задаются вопросом, что планируют делать на этом участке дороги, не прячется ли за этим забором будущее строительство многоэтажек. Мы взяли комментарии у заместителя главы Анапы, курирующего сферу ЖКХ Владимира Забураева. После окончания курортного сезона, будем говорить, что будет проводиться ряд работ по разрытию на территории нашего города. Вдоль Симферопольского шоссе будет прокладываться кабель, высоковольтный кабель для организации питания, трансформаторной подстанции, которая находится в районе Восточного рынка. Сроки работы будут порядка 30 дней на этой трассе. К сожалению, мы никуда от этого не деться, то есть надо работы эти проводить. К сожалению, скопилось работы в достаточное количество, и поэтому я еще раз хочу сказать, извиниться перед нашими жителями, потому что мы временно будут созданы эти неудобства, поскольку необходимо проводить инженерные работы, в том числе и на улице Черноморской и так далее, то есть на ряду этих улиц. Поэтому это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить наших жителей надежное электроснабжение. В курортный сезон действовал запрет на проведение инженерных работ, но отказаться от них совсем нельзя. Жилищное строительство подразумевает и развитие сетей. Вот только культура производства работ у наших застройщиков и подрядчиков хромает. Паспорт объекта на Симферопольском шоссе появился лишь после того, как на его отсутствие указали жители города и власти. Эпидемия гриппа возникает ежегодно. Вирус мутирует, выработать стойкий иммунитет невозможно раз и навсегда. Особый риск заболевания представляет для работников сферы торговли, образования, здравоохранения и транспорта. Единственный выход – ежегодно проходить бесплатную вакцинацию в рамках государственного календаря прививок. Вакцина уже поступила в городскую поликлиническую больницу. Первые пациенты прививку от гриппа уже сделали. Действительно, вакцинация нужна. Сама лично привилась. Говорят, что плохо становится от этого. Нет, ни в коем случае. Вакцина сейчас хорошая поступила. Переносится хорошо. Никакой не аллергической реакции. Из наших работников ни у кого не было. Нельзя путать грипп с парагриппом, с респираторным и синтезиальным вирусом. Существует очень много респираторных инфекций. Порядка, инфекционисты лучше знают, но, по-моему, порядка 70 этих разных-разных-разных вирусов. Грипп является самым агрессивным, от которого развиваются и гриппозные пневмонии, которые очень часто приводят к летальному исходу. Мы просто не способны иногда спасти человека, потому что такое молниеносное течение. Сделать прививку от гриппа можно абсолютно бесплатно. Достаточно обратиться в поликлинику. По традиции участники 24-го фестиваля «Киношок» побывали в станице Гостогаевской. Гостогаевские встречи стали уже любимым пунктом из жизни фестиваля. Гостей здесь встретили тепло и совсем по-домашнему. Казаки и казачки в народных костюмах сделали импровизированный коридор. Так встречали знаменитых гостей. Сцену перед станичным Домом культуры заполнили те, кого гостогаевцы привыкли видеть на экранах своих телевизоров. Встречу открыли заместитель главы курорта Александр Колесников и генеральный директор кинофорума Ирина Шевчук. 24-й год мы приезжаем сюда, в Краснодарский край, в Анапу, и в нашу любимую станицу Гостогаевская. Актеры читали стихи, говорили теплые приветственные слова, пели песни, которые станичники тут же подхватывали. Гостогаевцы народ веселый, а тем более трудно усидеть на месте и не пуститься в пляс, когда на сцене любимые артисты. Зрители выражали свою любовь улыбками и аплодисментами, а актеры не скупились на искренние эмоции. Мне задали неожиданный вопрос, а были вы когда-нибудь, знаете ли вы какое-нибудь место, где вы были счастливы? Вот так, чтобы оно... Я подумал очень недолго и сказал, да, вы знаете, я был в одном только месте обласкан, зацелован. Сыт и пьян, и счастлив это был Гостогай. После официального приветствия гостей пригласили на интерактивные площадки. Курени от каждого сельского поселения-курорта. Первонаперво гости отведали горячий и румяный каравай. Смотрите, сколько народов представлено, сколько кухонь представлено. И вообще народ веселится. Мы уже давно отучились от вот такого единения. Я помню, я вырос в Советском Союзе, и я помню такие праздники. Они, правда, были советские, но это не имеет значения. Но люди собирались, встречались, смотрели в глаза друг к другу, улыбались. Кстати, гостогаевцы и сами немного актеры. Потому и с актерами российского кинематографа общаются по-свойски. И у нас жители станицы участвовали в съемках в прошлом году в теле-телетесте. Они у нас были актерами массовых сцен. Поэтому у нас любовь, любовь. И я приезжаю как, в общем-то, к своим. Открытые, эмоциональные, уютные, искренние. Все, что касается души, все полно преисполнено. Гостогаевские встречи – вещь уникальная. Такого в больших городах не увидишь. Гости курорта девятся этому и приобщаются. Это очень замечательно, потому что в больших городах такого доступа нет. А вот здесь как-то все по-человечески, близко, как родные. В каждом курине шло свое веселье. Гостям приготовили не только вкусно накрытые столы, но и национальные выступления. Актеры не стеснялись танцевать, петь и не скупились на автографы. Кубанский колорит, как обычно, пришелся по вкусу участникам киношока. И те, кто были здесь впервые, пообещали вернуться непременно. На предстоящие праздничные выходные запланировано множество спортивных и культурных мероприятий. Полный перечень можно найти на сайте администрации курорта. А завершит выпуск новостей прогноз погоды. В субботу 19 сентября в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 20-27 градусов. Ночью до 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртудного столба. Температура морской воды плюс 22 градуса. В воскресенье 20 сентября в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем 24-27 градусов со знаком плюс. Ночью до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртудного столба. Температура морской воды плюс 22 градуса. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Приступила к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». А в магазине «Доступные качественные одежды» для детей и взрослых модная школа. Можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.